Всем привет, друзья! С вами Закупач, и наконец-то, наконец-таки она доехала от меня, коробочка от Ютуба. Видите, доставили мне УПС, это американская служба доставки, в России у них есть отделение, привез их ко мне курьер, забрал у нее. Единственное, что были проблемы на таможне, видите, таможене, ее досмотрено таможне, разрезали всю. На таможне у меня посылка встала, никак не хотели они ее пропускать, я там заполнял там миллион бумажек, декларации, фигации, что эту штуку мне прислали бесплатно. Хотя здесь сзади, видите, специально они нанесли вот такую бумажку, типа, уважаемый таможенный агент, это служит подтверждением того, что прилагаемый товар является бесплатным подарком получателю, присужденному за то, что он достиг 100 тысяч подписчиков на своем канале Ютуб. Награда металлическая доска с блестящим логотипом Ютуба и персонализированным с именем получателя. Получатель не заплатил за это подарок, это не для продажи, а его стоимость составляет 20 долларов США. То есть они ее оценили в 20 долларов, то есть так посылка ничего не стоит, потому что таможенники думают, что это я что-то купил и хочу провести это незаконно на нашу замечательную страну. И тут на письме даже есть доставка, то есть дата, подпись, Лэри Малон какой-то, вот, все дела. Так что таможенники не хотят пропускать наши призы, чтобы они дошли до получателей. Потом мне пришлось перезаполнять это куда, то есть адрес там надо было по-новому писать. В общем, с таможенником проблем было миллион, я уже стал бояться, что кнопочка моя нифига ко мне не доедет. Так что имейте в виду, если кто-то смотрит на меня, ну, из людей, у кого есть YouTube канал, знайте, что может столкнуться с такими проблемами. Хотя, по-моему, еще и партнерки могут выдавать такие штуки. То есть не обязательно, чтобы вы это заказывали. Но моя партнерка почему-то не занималась этими делами. То есть я все заказывал сам. Опаньки. Открываем. И что же в черном ящике? Ой, я даже сам волнуюсь. Я так рад. У меня даже, наверное, жена моя больше рада, чем я закывал. У тебя придет кнопка. Та-да-да-та-да. Ага, понятно. Не получился фокус. Так, тут у нас что? Поздравляем с новым достижением. Мы рады вручить награду в знак признания ваших успехов. Ваши награды проверили со своей осторожностью упаковки. Типа без повреждений. Они ее отсылали, типа, без повреждений. Тут, значит, грамотка висит. О, она такая прикольная. Она такая, как ткань. Это бумажка, она такая, как ткань. Необычная бумага для принтера. Она такая рельефная. И здесь написано. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат. Ваш успех. Мы дали вам серебряную кнопку. Удержать аудиторию, заинтересовать новых зрителей гораздо ближе, чем кажется. Успех Лето Поля. С уважением. Сьюзен Воджитси, генеральный директор YouTube. О, эту штуку надо поставить в рамочку. И, возможно, моим родителям это слать. Или я даже не знаю. Потому что кнопочка. Ой, какая же ты красивая. Она, правда, сейчас за пакетом. Смотрите, они написали по-русски, как я ей просил. Закупочь. 100 тысяч. По-моему, у меня какая-то другая кнопка. Я видел у других людей чуть-чуть другие. О, да. Она идет. Вот. Да, она из стали. Смотрите, тут даже есть какой-то... А, вот, возможно, из-за этого порошка таможня переживала. Типа, что это они туда положили за порошочек какой-то? Ладно, коробочка нам не нужна. Все. Все, что нам не нужно, мы убираем. Бумажечки я все оставлю. Поздравления. Пусть будут. Я рад бумажечкам. О, так, давайте ее открывать. Как она открывается? Она такая острая, кстати. О, вот здесь открывается. Чик. Чик. Вынимаем из пакета. Да. О, народ, вы можете меня видеть. Посмотрите, какая она шикарная. Она так переливается. Да, это прям металл. Металл у нас режет руку. О, вот такую положу. Все. Ну что, я принимаю ваши поздравления в комментариях. Если хотите меня поздравить, пишите любой комментарий с поздравлениями. Заслужил я это и не заслужил. Наберу ли я 1 миллион подписчиков, мне интересно. Я вообще о такой награде и мечтать не мог. Я никогда не думал, что ее получу. Я всегда думал, что это просто хобби, которое ни во что не превратится. Благодаря вам. Благодаря моим подписчикам. Поэтому спасибо большое, что вы у меня есть. Это наша общая награда. Давайте я специально для вас еще кое-что приготовил. Друзья, ну и специально для такого события, можно сказать, юбилей канала. Больше 100 тысяч подписчиков. Я считаю, это очень круто. Большое вам спасибо за это. Я подготовил топ-5 видео закупоча, которые собрали больше всего просмотров. И которые, можно сказать, принесли каналу популярность. Давайте смотреть топ-5 видосов от закупоча. Погнали. Пятое место. Это видео вышло 4 года назад. Собрало 975 тысяч просмотров. Хотя, там больше, по-моему... А, ну уже приближаемся к миллиону. Я надеюсь, после выхода этого видео, там будет уже миллион просмотров. Видео собрало 2927 комментариев. 13 626 лайков. И 1101 дизлайк. И это видео про акцию «Пятерочка. Большой футбол». Где я рассказал, как собрать все шарики. Как можно собрать всю коллекцию. Рассказал про номера. Рассказал полностью про всю акцию. И я считаю, что про акции я снимаю самые лучшие качественные видео. Ну и сам себе не похвалишь. Никто не похвалит. Но правда, я так считаю. Потому что я показываю и сайт. Какие приколюшки сайты. Показываю все плюсы и минусы. Покупаю много шариков за свои деньги. И все про акцию вам рассказываю со всеми сопутствующими товарами. Поэтому вот это видео заняло пятое место в рейтинге. Четвертое место. Это видео вышло 5 месяцев назад. И на мой взгляд, оно очень полезное. Оно, во-первых, нравится и взрослым, и детям. То есть остальные мои видео в основном как бы сняты были на детскую аудиторию. И собрали популярность. А это видео, оно будет полезно как взрослым. Многие взрослые мне писали то, что вау, как круто. И это видео собрало у нас 1381 комментарий. 30 тысяч лайков. Почти 2000 дизлайков. И 1 миллион 13 тысяч просмотров. 1 миллион этому видео исполнилось, по-моему, на этой неделе. Так что поздравляю муравьев, муравьи и муравьиная ферма. Кстати, плейлист муравьиная ферма сейчас является самым популярным на моем канале. Он постоянно пополняется. Просто я сейчас снимаю видео пореже. И здесь я распаковал в этом видео муравьиную ферму. Рассказал, как за ней ухаживать. На мой взгляд, это про муравьиную ферму. Самое правильное видео, которое есть на YouTube. Ну, кроме ученых. То есть ученые, конечно же, снимают очень качественно, но скучно. Я как-то совместил это и снял как бы в развлекательном формате. Но и с полезной информацией. Поэтому, если вам интересна муравьиная ферма, вообще я постараюсь все ссылки на эти видео, которые я покажу, оставить в комментариях. Всем спасибо. Третье место. И это видео ему исполнилось год в этом году. Вышло оно 1 сентября 2017 года. То есть, чуть больше года ему. Миллион шестьсот тысяч просмотров. Тысяча комментариев. Тринадцать тысяч лайков. И полторы тысячи дизлайков. Это у нас магазин Пятерочка Тролли. Обзор лайфхак. Как собрать всю коллекцию за один день. С этой акцией я заморочился очень сильно. Поэтому я считаю, что более одного миллиона просмотров здесь заслужено. Я не спал всю ночь. Пришел в Пятерочку раньше всех. У нас Пятерочка работает с полдевятого, по-моему. Я пришел прям полдевятого. Посмотрел все номерки. На пакетиках все перебрал. Спасибо руководству Пятерочки, что на меня не ругается. Там у нас хороший директор в магазине. Я, то есть, к ней подошел. Говорю, можно я посмотрю пакетики. И выбрал по номерам все нужные пакеты. И собрал всю коллекцию. Рассказал, как это сделать зрителям. И, по-моему, получилось такое зрелищное видео. Красочное, интересное. Поэтому всем спасибо, что лайкали и комментировали этот видос. Конечно, до спецзаказа мне далеко. У него там, по-моему, три с половиной миллиона просмотров уже на этом видео. Ну, какую-то популярность это видео мне принесло. Спасибо вам. Второе место. И видео, которое я снял, получается, 10 месяцев назад. Миллион семьсот шестьдесят тысяч просмотров. Девять тысяч комментариев. Одиннадцать тысяч лайков. Три тысяч дизлайков. Как лол подделка и оригинал? Как отличить? Сравним. Здесь же я тоже очень сильно заморочился. Потратил много денег своих. Потому что я купил все лол, всех видов, которые только можно купить. Включая оригинал. Купил лол за девяносто рублей, за сто рублей, за двести пятьдесят, за триста. Ну, и оригинальную. И все это дело сравнил. Показал на примере, как это все на самом деле работает. Какие игрушки можно брать, какие не стоят. Я считаю, что это, ну, видео правильное. Потому что все-таки покупайте своим детям хорошие игрушки. Вот оригинальная лол, конечно, она крутая. Я все думаю, снимать ли мне продолжение про лол или нет. Потому что сейчас я покупал лол оригинал за 1200. Сейчас же они стоят 1600-1700 рублей. С тех пор они хорошо так взлетели в цене. В общем, если вы хотите продолжение про лол, я куплю какую-нибудь лол. Хотелось бы, конечно же, купить лол за пять тысяч рублей. Вот тут огромное. Но, не знаю, потянули, потянет ли мой бюджет. Поэтому спасибо, что интересовались и смотрели мое видео про лол у меня на канале. Ну и первое место. Это, значит, видео, которое одно из самых моих молодых. Вышло четыре месяца назад. Я вообще не понимаю, как это все произошло. Три миллиона. Почти что три с половиной миллиона просмотров. Три миллиона, четыреста шестьдесят три тысячи. Четыре тысячи шестьсот комментариев. Тридцать одна тысяча лайков и пять тысяч дизлайков. И это видео попало в топ Ютуба. Это единственное мое видео, которое оказалось в топе. Сначала было очень много хейта. Типа, знаете, ну когда детские видео попадают в топ, все пишут, типа, а что за фигню ты снимаешь? Дизлайк. Оно собрало бешеное количество дизлайков. Но как только оно пропало из топа, это видео стало рекомендоваться детям. И детям нравится, они поставили много лайков. Сейчас рейтинг у этого видео достаточно хороший. И здесь я просто резал лизуны, разрезал мяч из магнита, сквиши разрезал. Ну, в общем, такой, знаете, несложный контент. Но почему-то он набрал так просмотров, я не понимаю. Я потом пытался сделать такие же похожие видео, ничего не получилось. Я не понимаю, в чем секрет Ютуба. Он какие-то видео хочет продвигать, какие-то не хочет. Но достаточно много количества просмотров. И мне кажется, что видео получилось удачным. Что вы считаете по этому видео? Какие видео мне надо чаще снимать, чтобы канал набирал популярность, набирал больше подписчиков? Потому что, конечно же, я мечтаю о миллион просмотров. То есть, какой миллион просмотров у меня есть. Теперь я мечтаю о миллионе подписчиков. Ну, не знаю, получится ли у меня, хватит ли у меня терпения. Я к 100 тысячам шел. У меня каналу вообще 6 лет. По-моему, 5 или 6 лет. Но видео я стал снимать где-то, ну, 3 года вот так активно. Вот где-то за 3 года. Я вот прям активно выкладываю видео на канал. Можно сказать, что каналу 3 года. За 3 года я собрал 100 тысяч подписчиков. Это, конечно, ужасный результат по меркам Ютуба. Потому что люди за месяца успевают миллион подписчиков собрать. Ну, я вот так скромненько 100 тысяч свои собрал. И я доволен. Я вас всех своих подписчиков люблю, уважаю. Всем спасибо, что вы смотрите меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сделайте репост, пожалуйста, этого видео к себе куда-нибудь на страницу. Так вы поможете собрать мне еще чуть-чуть подписчиков. Спасибо вам большое. Всем хорошего настроения. Всем удачи. И не обращайте внимания за такую отвратительную погоду за окном. Ведь скоро зима и Новый год. Я, кстати, планирую на Новый год снимать ежедневный влог. Я раньше так делал. В 2016 году или 2017 постарался снимать каждый день новогодний свой. Ну, предновогодний. По-моему, с 15 декабря я начал снимать по Новый год. Поэтому, если хотите такой эксперимент, пишите тоже в комментариях. А я буду с вами прощаться. Всем пока.